Вот решение администрации Трампа о наделении евреев статусом этнической группы говорит о том, что если раньше евреи считались религиозной общиной, а в религиозные конфликты американское государство не вмешивается, то теперь любые акции, направленные против их национального государства, то есть Израиля, будут рассматриваться как проявление расизма и нарушение конституционных прав, а значит уголовная ответственность. Это всё хорошо. Главное, хорошо ли это для евреев или нет, знаешь, это обычный вечный вопрос. А как это для евреев? Я считаю, ничего не изменится. В итоге ненависть будет ещё большей. Хотя евреи считают, что это такой шаг. Они всегда считают. Народ, который не понимает смысла своего существования, который не понимает цели своего существования, который не учится из истории совершенно никак и ничем. Они очень умные. И действительно, многие завидуют их развитию, предрасположенности к технике, к науке, к искусству, ко всему. Но не к своему, именно к своему предназначению. Их не учат ничего. Ни катастрофы с ними происходящие, ни избиения, ни уничтожения. Ничего. Ни погрома. Ничего не учат. И не может научить. Не может научить. Потому что они не желают видеть своего предназначения. Если бы они начали бы искать, а в чём настоящая причина ненависти всех народов к нам, то они бы её нашли. Они бы раскопали. А она находится именно в идеале иудаизма. Это в общем объединении всех и вся. Евреи должны показать пример этому объединению. Они должны вживую объединиться между собой добрыми связями. И тогда бы эта добрая связь между ними прошла бы на все другие народы. Потому что евреи – это не народ. Это не национальность. Так называемый великий сброд, который Авраам собрал из всего Вавилона и создал из них группу по одному-единственному признаку. Они желали достичь в единении между собой раскрытия Творца. Раскрытия смысла, тайной силы природы. Узнать смысл творения, его цель. И он это сделал. Значит, если евреи поэтому объединяются, даже в наше время, поскольку они являются представителями всех народов мира еще с тех времен. И если бы они объединялись, мир бы просто сразу же начал объединяться спокойно вслед за ними. И начал бы понимать, что, о, вот оказывается, от кого зависит наша судьба. И в лучшую сторону, не только в худшую. 8 миллиардов людей зависят от 15 миллионов. Меня знаете, что поражает? Мы с вами сделали, я не знаю, тысячи клипов. На эту тему? На эту тему. И я вот смотрю на вас, и вы все время заводитесь, и все время... Ну так это самое актуальное. Все время это проговариваете. И не оставляете, знаете, проговариваете до конца. Во мне это живет, я это чувствую как самое актуальное. И каждый раз это все более и более актуально. Но я надеюсь, что, несмотря на эти тысячи раз, что мы проговорили, в какой-то тысячи, тысячи, тысячи первый раз это щелкнет, да, это выстрелит.